Вы сказали, что вместе прошло, и чего не хватает, и длинная цепочка. На самом деле, то, о чем нам рассказали, это первая ступень, и пока она в никуда. Собрали, а дальше что? И это самое грустное в этой истории, что инициатива есть, а реализовывать ее нет возможности. По моему мнению, у нас все время в никуда, потому что последние несколько лет в городе отсутствует политическая воля по решению этих проблем. У нас нет экологической программы. У нас вообще нет ничего, что бы определяло мнение или решение городских властей по решению проблем в части о утилизации отхода. Вообще ничего. Я как потребитель, я не знаю, куда с этой батарейкой идти. И куда бы я ни обратилась, органы власти, которые вырабатывают политику и должны обеспечивать меня решениями, которыми я должна следовать, они таких решений не принимают. Поэтому первое, конечно, что хотелось бы пожелать в рамках решения, во-первых, ЖКХФ наконец-то заработает. Потому что все, что мы слышали сегодня, это каждый год, десятилетиями, что да, проблема есть, мы что-то пытаемся сделать, но на самом деле не делается. И второе, может быть, тогда в части организации работ по утилизации особо опасных отходов следует той практике, которая есть в других российских городах. Я знаю, что в Санкт-Петербурге комитет по охране окружающей среды, он уже давным-давно занимается этими вопросами в части опасных отходов, и там у них проблем нет. Такого уровня, который есть в Москве. Проблемы есть всегда, но такого уровня, как в Москве, в Санкт-Петербурге нет. Поэтому обязательно должна быть все-таки экологическая программа, как программа, межпослевая программа по решению экологических проблем города. Пока ее не будет, мы вообще никакие проблемы не решим. И, конечно же, первый этап, все-таки, то, что я сейчас слышу о департаменте ЖКХФ, мне напоминает ту историю, которую Денис рассказал, когда он работал в управе. Когда он работал в управе, к нему обращались, это все было лишнее, ненужное. Он сам выбирал, чем ему заниматься. А когда он вышел в управу, у него приоритеты поменялись. И вот мне кажется, что департамент ЖКХФ, он не должен заниматься и выбирать, что ему интереснее. А должен работать в рамках тех задач, которые ему ставит правительство Москвы. А правительство Москвы такую задачу должно поставить.